Хофеш — это свобода от каких-то ограничений, а Херут — это принятие на себя каких-то ограничений во имя какой-то цели. Это абсолютно разные вещи. И когда мы выходим из Египта, то мудрецы, конечно, говорят про свободу ради. Говорится там «Аль-Тикра Харут Эл-Херут». Читая, что не высечено на скрижалях, а читая «Свобода». Так Херут — это именно свобода ради чего-то. Понятно, что когда мы говорим о том, что давайте мы сейчас все отменим статьи такие-сякие, то это свобода от ограничений. Что я хочу, что хочу, то и буду делать. Это первый этап. Это необходимый этап, но он не окончательный. Это только начало. Это только предусловие некоторое. Это предоставление свободы выбора, чтобы потом этот выбор все-таки сделать. Так это то, что мы видим здесь. Что сначала вышли из Египта. То есть сначала сняли ограничения рабства фараона. Убрали. Дальше было насаждение новых правил, потому что по-другому не могли еще. Дальше было принятие Торы по желанию. И это тема Пурима. Когда приняли Тору по собственному желанию. И последнее — это вход в землю. То есть когда уже есть взятие на себя ответственности, тогда возможен вход в землю. Вот это последовательность. Теперь, значит, рабов мы видели, что они там в пустыне говорили, что мы помним рыбу, которую мы ели в Египте, бесплатно. То есть это такой совок. Классический совок. Все бесплатно. Здравоохранение бесплатно. Квартира стоит копейки. За школу ничего не платишь. И все рабы. То есть получается, что уверенность в завтрашнем дне является платой за свободу. Да? Ну, это как бы банально. Я даже не заострялся, потому что это понятная совершенно вещь. То есть, скажем так, если мы сравним Песох и Пурим, то Песох — это исход из Советского Союза. Ну, как-то я это, по-моему, рассказывал, что в Союзе был такой Сидур, Шамрей Муна он назывался. Там была молитва за благо государства. И, соответственно, Советский Союз там назывался «Самых-самых-самых рейш» — СССР. Я помню, что я со своим начальным ивритом читал, и никак не мог понять. Даже я знаю, как на иврите будет Советский Союз. А состоители Сидура не знали, что за глупость. И потом, когда я уже поехал в Израиль, мне сказали, что «Гематрия самых-самых рейш» равна «Мицраям». То есть, они, так сказать, мудрые были люди. И, так сказать, этот намек они туда внесли, не подпадая под цензуру и подозрения. Вот. Значит, если мы вспомним, как народ уезжал из Советского Союза распавшегося, то понятно, что никакой свободы ради в этом не было. Абсолютно. Ехали... Больше сейчас людей хотели в Америку вообще. И пока была возможность, так и ехали. Потом перекрыли, значит, вынужденно, значит, вынужденно поехали в Израиль. То есть, в данном случае, это не то, что все там были такими ярыми сионистами, которые, значит, идеологически там... Хотели, хотели кушать, да, все. То есть, был страх неизвестности там, как бы непонятно было, что произойдет. Советский Союз распался, так сказать, были голодные годы, и было неясно вообще, что будет дальше. И, значит, была возможность как-то... Вот, как бы, это некий такой исход из Египта, если угодно, да? То есть, не сознательный исход. Исход такой, скажем, вынужденный, да? Ну, типа того что-то, да. Теперь, Пурием — это совершенно другая история, да? Там, те, кто пережили катастрофу, они очень хорошо знали, зачем государство Израиль существует, да? Когда оно возникло в 1948-м, там не было никаких вопросов, зачем оно нужно, и сказали, они ехали совершенно четко и понятно, да? То есть, Пурием, как бы, это некое ощущение пережитой катастрофы, которая не состоялась, да? И принятие на себя каких-то обязательств, совершенно понятного... Ну, хорошо. Непонятно, потому что идея государства и убежища, от будущей катастрофы, оно, в принципе, не отличается от того же самого из-под палки, понимаешь? Отличается. Моя мама говорит, погибнут со всеми вместе и с оружием в руках, а не в геттами. Но не для выполнения миссии. Хорошо. Хорошо. Согласен. Это убежище, то есть, это... Значит, опять-таки... Они спасались от голода, они спасались от будущего убийства. Послушайте. Значит, Миша, послушайте. Значит, мы снова говорим о промежуточном состоянии. Почему? Потому что, что произошло в результате Порима? Кто-то поехал в Израиль? Нет. В основном нет. Нет. То есть, вот это состояние, когда вроде как приняли по желанию, оно не привело в результате к тому, что появилась ясная цель и поехали. Нет. То есть, они остались там. Ну, теперь, мудрецы нам пишут, намеки дают, да, в Гемаре. Пишут, почему не читают Алель в Порим? Как были рабами. Да, потому что остались рабами Ахашвироши. Это то, что они пишут. То есть, намек очень простой. Ребята, если бы мы встали и поехали, то мы бы сегодня читали Алель. Мы не могли поехать, но, дорогой мой, был Ахашвироша власть. Это потом только Дыр. Я уж второй дал разрешение поехать. И все равно не поехали. Поехали. Да нет, ну, сколько там поехали? Поехали. Поехали, он 42 тысячи. Эзров призывал. Он собирал все, всех колен. Он ездил по всем. Это было через 17 лет по секунду. Ну, он приехал и отомстил. Придумал. Я верю, что это было некое промежуточное состояние. Окей? Значит, действительно, есть разница между тем, чтобы оставаться там в Совке и уехать оттуда. Даже в Америку. Уже есть разница. Уже есть разница. Но это еще не кончается. Это понятно совершенно. Даже, вы как-то сказали, даже в Америке.